Добрый день, дорогие мои зрители! Рада видеть вас на своём канале! Сегодня у меня необычный формат видео. Видео совместное с блогером Ольгой Наза. Ссылку на её канал я сброшу. Поставлю в инфобокс. Ольга – это молодой блогер, так же, в принципе, как и я, начинающая. Она рассказывает о жизни, обзоры у неё есть. Смотрите, видео наше будет называться «Моя полезная вещь в доме». Приятного вам просмотра! Комментируйте, ставьте лайки! Итак, полезная вещь в моём доме. Я очень долго думала, что же вам показать, потому что очень много у меня полезных вещей, которыми я хотела бы поделиться, вам рассказать, чтобы вам пригодилось. Но всё-таки я подумала и нашла. Это термопод Витек. Почему всё-таки термопод? Сербы очень любят ходить в гости. Они приходят, когда в гости, они приходят семьями. Я вам говорила, что сербы очень много пьют кофе. И поэтому приходится очень часто кипятить воду. Как таковых использование чайников, вот у них, знаете, вот этих электрических, они это не практикуют, хотя у них в магазинах продаётся. В основном они варят кофе или кипятят воду для кофе 2 в 1 или 3 в 1 в специальных турках. Вот у нас в доме тоже есть. Видите, если приходит мало гостей, можно такую турочку взять. Если больше гостей, то эту. Но опять же, посмотрите, здесь придут 2 человека. Это мало воды в маленькой турке. А если налить большой, там, наверное, 0,5 или литр даже, это тоже опять приходится ждать. И поэтому в России я пользовалась термоподом. Мне очень нравилось, потому что воду можно кипятить, вернее, она сама кипятится, и температура сохраняется очень долгое время. И поэтому я начала искать, бегать в Сербии. Я не нашла в магазине, к сожалению, такого нет. И я привезла из России. Это мой второй поттер, который я использую в Сербии. Первый поттер у меня, он срок употребления был 3 года. Он, в принципе, 3 года выработался. Я съездила, сходила в мастерскую по термоподерам в Москве. И мне сказали, что, в принципе, это срок работы. Поэтому следующий, первый у меня был там навороченный, и второй я взяла уже попроще, ВИТЭК. Что мне понравилось с ним? Во-первых, он легкий. Вот такая вот, видите, ручка можно переносить. Во-первых, 3,3 литра, что для нас, в принципе, это достаточное количество воды. Видите, шкала, когда набираем воду, набирается вода, показывается, у какой шкалы налита вода. Дальше, смотрим на крышечку. На крышечке видим всего 4 кнопки. Это кипячение, потом выключение и выключение, поддержка температуры, разблокировка и налить. В общем-то, ничего такого не стала. Я брать таймеры или еще что-то. Вполне такой домашний, обычный поттер. Что мне еще нравится? Что открывается он легко, одним нажатием. Вот, открыли. Пожалуйста. И смотрим. Внутри большая колба на 3,3 литра. Также, видите, ризочка показывает, до какой нормы наливать воду. Если нальем выше этой нормы, то вода будет выкипать и бежать из насоса. Что еще мне понравилось? Что если я захочу помыть термопод, я могу легко, свободно снять вот эту верхнюю крышку. Всего одним нажатием. Посмотрите. Я нажимаю, крышка отходит, я ее снимаю. И пожалуйста. И также крышка спокойно одевается. Сейчас я вам покажу в действии, как работает термопод действий. Сейчас мы нальем воды. И теперь нам нужно включить кабель. Видите, вот штекер. Вы видите, включили кабель, да, и шкала загорела синим цветом, то есть видно. Теперь мы должны на поверхности крышки включить на кипячение. И вода кипятится. Теперь ждем. Покажу дальше вам в действии поттер. Вода, видите, вскипела. Сейчас она в поддерживающем режиме. И теперь я вам покажу, как же наливать воду. Наливать воду можно в двух режимах. Это быстрая подача воды, то есть электропомпой, и подача воды вручную. Смотрим электропомпой. Сначала разблокируем и наливаем. Вот. Наливается. И также можно вручную. Приятно вам чай пить, а? Вот такая полезная вещь в моем доме это термопод. Всем совет, у кого еще нет. Спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо, Ольга, за совместное видео. С вами была Елена. Пока-пока.